Псалом 60. Буду читать со второго стиха. Ибо ты, Божий, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в рот и рот, да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. Особое внимание в этом псалме хочу обратить на стихи с второго и по четвертый. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. Друзья, молитву мы, думаю, как люди верующие, произносим каждый день и не один раз. Но вот здесь речь идет о вопле. Что такое вопль? Это сильный крик, да, это вот из глубины души переживание, которое человек возносит к Богу. Такое бывает нечасто. Я не думаю, что с воплем нужно молиться, но о каких-то обыденных делах, да, или о каких-то, может быть, малозначительных вещах мы не будем так молиться. Но когда приходит беда, когда трудно, когда, может быть, уже нет надежды на жизнь или что-то доброе, вопль истаргается из сердца человека. И вот Давид так о себе говорит, что взываю с воплем, да, к Богу. И вот смотрите, третий стих. От конца земли взываю к тебе в уныние сердца моего. Друзья, что это за конец земли? Может быть, Давид поехал куда-то в дальние страны, вот оказался, знаете, на каком-то мысу, который глубоко в океан выходит, и билета не было на обратный путь. И вот не знал, как выбраться, как некоторые поехали на курорты во время, когда началась эта эпидемия, и потом выбраться не могли. Может, такое переживание? Думаю, нет. Что же это за конец земли? Я не думаю, что он имеет какие-то географические координаты, что вот там, в таком-то селении, на таком-то далеком побережье Давид оказался, ему было трудно. Нет, друзья? Думаю, не об этом речь. Конец земли или край земли? Вот это имел в виду Давид. Край земли, конец земли. А что дальше? Что дальше, друзья? Дальше пропасть. Давид был, как говорят, на краю, на краю, над пропастью находилась его душа, и он в таком переживании молится Богу. В унынии сердца моего. Когда человек находится, может быть, в таких тяжелых экстремальных обстоятельствах, но он бодрый, но он крепкий, он подготовленный, он не будет вопият. Есть люди, которые занимаются различными видами экстремального туризма, куда-то едут, чтобы подчеркнуть каких-то новых ощущений. И порой на бурных реках там они на плотах сплавляются, или на какие-то высокие горы залазят. Тоже, казалось бы, край земли. Но они готовы, они к этому настроены. У них там есть, знаете, свои мотивы для определенных свершений. Они не в унынии. Но Давид говорит о себе, там на конце земли, перед этой пропастью, я оказался в унынии сердца моего. Уныние это чувство, когда опускаются руки, когда человек уже, знаете, не может сделать, вот по-видимому, ничего, ему очень плохо и трудно, он ослаблен, он в большом переживании. И там, находясь в этом переживании, перед этой пропастью Давид что мог делать? Он делал то, что было единственное, правильно, он взывал к Богу. У него был вопль, у него была молитва, и он обращался к Господу за помощью и за милостью его. Ну вот вопрос, как Давид оказался перед этой пропастью? Почему он там оказался? Можно разные моменты вспомнить из жизни Давида, но мне вспомнился момент, который описан в первой книге Царств, в 20 главе 3 стиху. Это встреча Давида и Иоаннафана, его друга, и Давид объяснял своему другу положение, в котором он находился. Иоаннафан был сыном Саула, у него было все в порядке, он любил Давида, и он, думаю, считал, что их дружба будет долгая, хорошая, будут они вместе жить и управлять страной, и сделают много хороших дел. Но Давид ему открывал глаза на то положение, в котором оказался он на тот момент. Я прочту. Давид клялся и говорил, отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью. Вот в тот момент Давид так понимал. Один шаг. Когда человек находится на краю пропасти, на краю обрыва, порой достаточно одного шага, чтобы что? Чтобы с этого края упасть, чтобы оказаться в этой глубокой пропасти, откуда может быть и нет избавления. И Давид говорит, один только шаг между мною и смертью. Так он объяснял этому своему другу Иоаннафану. Предчувствие беды, неминуемое близость страдания, порой толкает людей за край или сталкивает с края в пропасть. Вот переживание, все. Казалось, нет выхода, что делать? И Слово Божие говорит, что настанет время, когда люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную. Люди в таком переживании предпочтут, пусть погибну, но лишь бы не было этих мучительных ожиданий. Пытаются избавиться от этих переживаний, страданий, как-то отвлечься, как-то развлечь себя, чтобы не думать о том, что будет дальше. Как в одном месте написано, Слово Божиим, «Стань, если пить, ибо завтра умрем». Знаете, в русском нашем языке тоже есть некоторые такие пословицы или поговорки, которые отражают это положение человека. Говорят, ну, докатился, да? Или говорят, дошел до ручки. Друзья, мы думали, что же это за ручка такая, до которой человек дошел? Я думаю, это ручка той двери, которую открыть, и человек уже безвозвратно погибнет. То есть дошел до ручки в преисподнюю, до ручки двери, которая ведет в преисподнюю. В таком печенном положении находятся порой люди. И знаете, некоторые пытаются на этом краю балансировать, потому что где-то они туда и добровольно дошли. Что-то им нравилось, что-то им было приятно, что-то вызывало какие-то у них приятные чувства и получали не от чего-то удовольствие, но это довело их до края. Они дошли до этой ручки двери, оказались на краю земли, и что дело дальше? И люди думают, ну, я еще немножко побалансирую, глядишь и обойдется, глядишь и пронесет, глядишь и как-то что-то, ну, все это, ну, может быть, я еще так поживу. Но, смотрите, не так поступал Давид. Давид, находясь в таком положении, он не желал в нем оставаться, он не хотел, чтобы это продолжалось дальше, он не балансировал на краю. Чего же он желал? Он желал полного спасения и полной безопасности в Боге. Он говорит так, что от конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Ну, в другом переводе Библии там такая мысль, что возведи меня на скалу, где меня враг не настигнет. Что же это за скала такая? Может быть, счастливы люди, которые живут где-то на горах, и где-то, может быть, там в горных селениях более безопасно жить, чем на краю океана. Друзья, нет, не так, конечно. Не о такой скале и не о горных местностях говорил Давид. Он говорил о том, чтобы иметь покой в Боге, о том, чтобы Бог, имя которого, как крепкая башня, как вот эта скалада, в которой можно укрыться от беды, Давид желал, чтобы только Господь дал ему эту безопасность, дал ему эту милость. И пятый стих так звучит. «Доживу я вечно в жилище Твоем, и покою с под кровом крыл Твоих». Вот чего желал Давид. Желал Давид уверенности в Боге. Давид желал того, чтобы Господь простер на него руку свою и благословил, чтобы Давид имел уверенность в милости Божией. Друзья, обстановка и обстоятельства жизни могут меняться, а могут и оставаться такими же, какие были раньше. Но вчера ты был в этих обстоятельствах в унынии сердца. Вчера ты был в ожидании беды и погибели, а сегодня, доверившись Богу, ты обрел мир в своем сердце и полное доверие и упование на Бога. Недавно я прослушивал запись похорон брата нашего Минякова Дмитрия Васильевича. Ему вот в эти дни, я не помню число, исполнилось 100 лет с дня рождения. Это был человек, он уже умер в 2012 году, это был человек, которого хотели буквально уничтожить, и его, и его семью. Враги делали много зла, чтобы этих людей просто растоптать. Ну вот такой пример даже, что когда замучили хмару Николая Кузьмича, его повезли не домой, а повезли в дом Минякова. Вот представьте, вам в дом привозят труп человека, которого запытали и замучили до смерти. И вот в этом доме он оставался 4 дня. Хотя сам Миняков был не дома, я думаю, что на негральном положении был, но враги хотели разрушить и жизнь его семьи, и его достать, чтобы вот все это было вот так. Но Господь дал ему милость, Бог дал ему такое покровительство, и он дожил много лет в тюрьме, много лет на негральном положении, и все время враги хотели его уничтожить. И вот он дожил до 91 года, Господь дал милость, и он с упованием на Бога перешел в страну небес. Давид тоже взывал к Господу, тоже находясь в тяжелом и смертельном положении, смертельной опасности, взывал к Господу и молился Богу, доживая вечно в жилище Твоем, и покоясь под кровом крыл Твоих. Давид говорит об обете, что я дал обеты, Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящейся имени Твоего. Какие он давал обеты? Друзья, если мы Бога обещаем Господи, я не буду больше грешить. Это обет? Я не думал, что это обет, друзья. Когда мы обещаем, это просьба о прощении, когда мы раскаиваемся, мы говорим, Господи, я не буду больше грешить. Я понимаю так, что обет, он не содержит в себе такой негативный момент. Я думаю, что обеты содержат позитивное, то есть, Господи, я обещаю что-то делать для Тебя. Почему я так мысляю? Вот смотрите, последний стих. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякие идеи. Вот какие обеты были у Давида. Он обещал славить Бога. Он обещал, Господи, если Ты меня избавишь, я буду всегда петь Тебе. Я буду славить Тебя и возвеличивать Твое святое имя. И Господь его избавил. Давид не погиб. Давид прожил большую жизнь и умер в старости, передав своему сыну Соломону царствование, которое Бог ему подарил, и передав те заповеди и завещания, которые он от Господа имел, и в храм построить, и другие дела делать. Так вот было в жизни Давида. Но, друзья, я хочу теперь посмотреть на того, который ради нашего спасения не просто постоял на краю и ушел, а который перешел за край. За конец земли, в пропасть, перешел наш Спаситель Иисус Христос. Та же книга Псалтирь, 21 Псалома. Мы читаем 15 стих. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сетце мое сделалось, как воск. Растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилепнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Вот так Иисус Христос видел свое положение с небес, там, где ангелы славили Бога. Он сошел на греховную землю и не просто, знаете, остался где-то в прекрасных краях Палестины. Он добровольно согласился страдать, и он принял то, что Бог свел его к персти смертной. Иисус Христос, Он испытывал запредельные страдания, запредельные муки. Читая книгу пророка Исаии, 52 глава, конец, 53 глава, мы видим, что же значит вот это сведение к персти смертной. Смотрите, 52 глава, стих 14. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Запредельные страдания, да, хуже всех, страшнее всех изуродован вот лик Иисуса Христа. Вот так вот видел пророк Исаия, своего Господа. Когда мы смотрим на 53 главу, мы видим вот буквально написано так, 8 стих, 2 полустишия. Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего перетерпел казнь. И Иисус Христос отторгнут, то есть оторван был от земли живых. Когда человек отторгнут от земли живых, вы знаете, это похоже, что он стоит на краю, да, и вот кусок земли, на котором, или держится за краем, вот оно обрывается, да, и он летит в эту пропасть. Вот так и Иисус Христос, он добровольно отдал себя на мучения, на смерть, и он не мог балансировать, он не мог стоять на этом краю земли, на этом конце земли он не мог находиться, потому что он там был на кресте. И он отдал свою жизнь, и это подобно, как вы знаете, падению в большую пропасть, но не за свою вину, не по причине своей неосмотрительности, что он, может быть, захотел каких-то новых ощущений и решил заняться чем-то экстремальным. Нет, друзья? Он знал, что его ожидает. И вот ради нашего спасения, ради того, чтобы нас избавить, чтобы нас от этого края оттолкнуть, он сам стал на этом краю, он отдал свою жизнь для искупления многих. Вот такая великая жертва Иисуса Христа. Друзья, мы сегодня можем смотреть на многих, смотреть на Давида. И это хорошо, и это правильно. Чтобы мы не балансировали на краю, знаете, греховной пропасти, чтобы мы не жили, как живут многие люди, ну, авось пронесет, но чтобы мы взывали к Господу и искали вот той полной безопасности в Иисусе Христе. И чтобы мы, друзья, смотрели также на Иисуса Христа, который за нас претерпел казнь, который отторгнут был от земли живых, который отдал себя, чтобы мы могли спастись, чтобы нам дать этот шанс на спасение, чтобы нас избавить ценой собственной жизни и страданий. Слава Господу, что его великая милость для нас, она и сегодня простерта. Господь дает спасение каждому, кто к своей греховности придет к нему и скажет, Господь, я сознаю, что я тоже на краю Божия, спаси меня, помилуй, не дай мне рухнуть в эту ужасную пропасть, откуда нет избавления. И Христос, любя грешных, любя людей, которые не могут сами избавиться от этой беды, Он простирает руку спасения, пронзенную руку, которая была пронзена за наши грехи, чтобы подарить нам вечную жизнь и спасение. Слава Господу за его милость к нам. Аминь.